всем привет сегодня небольшое видео по пайке 3 ватных светодиодов такого плана на pcb вот но изначально когда первый раз они меня в руки попали я что делал здесь мазал термопастой прикладывал и вот эти вещи припаивал с одной стороны и с другой стороны понятно что термопаста в этом месте как бы не самое лучшее решение но поскольку пока не умел пользовался этим способом вот вообще диоды которые у меня есть я дважды покупал у китайцев это холодно-белый цвет видно они немножко зеленовато имеют матрицы и это у нас такие 4400 видно что они немножко желтоватые по сравнению с этими вот сейчас у меня освещение в доме вот такими светодиодами на приятный свет вот на лампа сейчас светит сверху ну не совсем приближен к солнечному но не 6000 как вот этот в принципе нормальный приятный свет так значит каким образом можно паять можем паять несколькими вариантами можем использовать припой я покажу это обычно я использую раньше я использовал газовую горелку просто просто собрал эту pcb шку вот так вот и держал над газовой горелкой нагревал и соответственно происходило расплавление вот потом у меня появился паяльник дремель газовый паяльник очень прикольная вещь мы можем обычное жало снять или поставить вот такое сопло вместо него и соответственно держать его так снизу дуть таким образом снизу дуть и она расплавится много как бы будет такой не спортивный вариант потому что не у каждого есть такой дремлевский паяльник поэтому мы этот вариант откладываем вот либо есть еще один вариант ну паять вот таким паяльником феном вот здесь тоже можно выставлять держать его вертикально и точно также нагревать и он расплавится но это тоже не спортивно потому что так так любой дурак сможет вот поэтому сегодня раз уж у нас в кадре свечка вот мы попробуем запаять на свечке я честно говоря ни разу не пробовал вот но что-то мне подсказывает что должно получиться что мы делаем можно по-хорошему конечно обезжирить метод тряпочка это это есть сейчас я протру просто протру обезжиривать не буду так что мы используем мы используем такую мех пасту то мех паста здесь находится мелкий оловянно-свинцовый припой и какая-то добавка еще плюсовая добавка вот принципе я купил две штучки здесь у меня 559 флюс плюс мех паста вот а здесь чистая мех паста она она хранится в холодильнике и вот я только что и распаковал вот она шкурка с ним крышка крышка вот валяется то есть она абсолютно новая была запакована хранится в полиэтиленовом пакете в холодильнике значит что мы делаем чтобы запаять берем немножко мех пасты буквально чуть-чуть много не надо брать наносим на пяти бишку я наношу зубочисткой но мне так нравится много много не наносим вот и и потом точно также берем еще чуть-чуть так у нас минус плюс то у нас минус минус у нас отмечен здесь минус написано у минуса больше вот эта площадка прессовая своя площадка меньше тоже берем сюда немножко нанесли и сюда немножко и поставили на место сейчас я покажу вот не бойтесь если он не отцентровался потому что это абсолютно неважно когда паста расплавится она уже сама все центруется можно в принципе прогреть зажигалкой мы попробуем на свечке сделать ну как бы вроде как прикольно значит какая задумка мы на свечке нагреваем паста у нас начинает расплавляться в определенный момент мы заметим как светодиод начинает не плотно стоять а как бы плавать плавать на расплаве олова на этот момент мы сюда ставим и любой вещи вот так придавливаем к низу мы просто прижимаем чтобы минимизировать слой олова под лапками и под телом светодиодом давайте попробуем я возьму пинцетик сейчас даже свечку держать будем подальше я приготовил тут третью руку но мне кажется она не нужна будет особо беру за краешек держу и ждем смотрим что получится паста начинает потихоньку подплавляться надеюсь что будет видно честно говоря ни разу не пробовал на свечке но надеюсь что должно получиться крайне мере на газу вот паста закипела видно что закипела вот она превращается в олова все если если сейчас подкачать светодиод то он будет как бы плавать видите на этом расплаве и он центруется теперь мы кладем сюда и прижимаем просто прижимаем все пайка завершена вот у нас получился припаянный светодиод к себе платье сделали мы это без каких бы то ни было проблем сейчас возьмем тестер проверим что у нас получилось ставим на диод он должен немножко загореться если все нормально видно нам там припаялся нормально ничего не испорчено в принципе чего следовало ожидать сейчас я надеюсь он уже остыл здесь у нас все хорошо но на свечке появится немножко долго и как видно даже не закоптилась абсолютно все нормально таким образом можно паять можно паять над газовой плитой также держа над газовой горелкой можно паять над зажигалкой от турбозажигалкой получится еще быстрее но сейчас для интереса можем один еще запаять на турбозажигалкой так мы идем снова немножко никогда не кладите много потому что все что лишнее вы положите у вас потом вылезет вылезет сбоку и будет мешаться можно так вымазать можно так вымазать в общем то без разницы прошу прощения берем светодиод смотрим плюс-минус где у нас плюс-минус это плюс-минус это плюс-минус прилепили примерно прилепили я бы за краешек попробовали включили зажигалку зажигалка происходит как видно практически момент моментально на всякий случай мишка еще прогрею так ставим и прижимаем нет немножко не получилась сместилась она у нас сейчас подвинем назад вот он опять встал на место ставим прижимаем так ну здесь явно перегрев пошел не надо было так сильно гореть его зажигалочка у нас перегрела ладно это не удачный был опыт но и всякий пожарный пробуем еще раз не будет так сильно нагревать минус держу немножко в кадр тяжело попадать но постараюсь зажигалка тоже уже под нагрелась все есть ставим и чуть-чуть прижимаем но давно уже не паял поэтому как бы получился брак небольшой ничего страшного вот нормально припаялась все все красиво но это еще не все самое интересное дальше вы мне вполне резонно можете сказать что не у каждого есть мехпаста поэтому сейчас мы возьмем обычный паяльник я вам покажу еще один прикол я вам покажу как это сделать сейчас я расскажу так паяльник готов сначала мы будем здесь площадку ну буквально чуть-чуть здесь площадку теперь мы вводим эти лапки чуть-чуть вводим лапки она практически заложено все все паяльник выключаем он нам больше не нужен сейчас секунду выключили паяльник убрали его вот теперь берем парочку отрезков припоя небольших буквально там два миллиметра этот припой вот вот я отрезал два кусочка припоя припоя самый обычный обычный китайский припой мы кладем вот сюда и на него кладем светодиод здесь мы таким же припоем залудили все здесь у нас плюс-минус соблюдаем полярность ну по возможности и таким образом ставим как-то вот так здесь надо держать аккуратнее потому что он как бы катается на этих кусочках припоя и точно так же прогреваем сейчас припой расплавится и все припой расплавился ставим и прижимаем мы обычным припоем припаяли светодиод в PCB вот с помощью зажигалки ну паяльника паяльник есть у всех и пинцета вот ну я надеюсь кому-то было полезно все всем всего хорошего вот 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 у